Меня зовут Олег, мне 30 лет, я из Одессы. На проект у меня несколько причин. Первое, это опять же, я хотел познакомиться с новыми людьми. Я понимал, что ребята будут очень разные. И как я уже вижу, что нету двух, даже не то что по типажу внутренне, ребята очень разные. Ты смотришь, ну обычный парень. А когда он начинает рассказывать, чем он занимается, и что он успел в своих 20 лет, ты понимаешь, что, блин, я в своих 20 лет, наверное, даже и 10% не сделал. И очень много таких ребят. Ты не можешь понять вообще, что он раскрывается. Все время во время проекта люди все раскрываются, все меняются. И у каждого есть что-то такое, что ты все время в удивлении от этого человека. Потому что мы всех воспринимаем по внешности. Ты себе уже сложил там что-то в голове. Он такой, это 100%. И люди удивляют. Второе, я хотел понять, насколько это действительно реалити-шоу. Что это не просто шоу, есть какой-то сценарий, у каждого свои роли, и они играют эти роли. А что есть на самом деле, вот эта реалити, она имеет место быть в этом шоу. Ну, отчасти, да. Я уже в некоторый момент убеждаю, что все меняется по ходу. Причем я вижу, что сами режиссеры не контролируют этот процесс, потому что мальчики разные, по-разному реагируют, разное действие. Ну, я думаю, что зрители потом увидят, насколько будет все интересно и необычно. Третий момент, это, конечно же, принцесса. Мне было очень интересно, кто это будет, какой это человек, насколько... Мне вот просто пожизненно импонируют девочки, которые разносторонние. Они не узко направлены в чем-то одном, а в одной сфере, во второй, в третьей, интересуются. Мне нравится общаться с людьми полчаса, час, два, три, день, два, и все время что-то в человеке открывать новое. Ну, и внешность, это понятно. Я не сомневался, что девушка будет внешне интересной, что такое проект, она принцесса, она должна быть принцессой. Ну, и мне интересно с ней общаться, раскрывать ее тоже на каждом свидании все больше и больше. Вот возможность посмотреть мою интервью перед проектом. Я рассказывал, какая должна быть девушка. И увидели бы Алину, вы понимали, что это то, о чем я говорил до проекта. Это интересно, это общительно, разносторонне, она многогранна. И я люблю смотреть на девушек с открытым ртом, что, ну, вот столько всего в одном человеке может быть. Причем ей всего же будет 25. И в 25 она успела очень много. Ну, она мне очень импонирует и очень нравится. Во-первых, у всех первое мнение обо мне, то, что я очень спокойный, я контролирую себя, но в конкурсах я совсем по-другому себя проявляю. Ну, тоже, опять же, все увидят это, насколько я другой в самих конкурсах. И сами режиссеры тоже не ожидали от меня именно таких поступков. Потому что каждый, опять же, сложил себе, они тебя увидели, что ты спокойный, ты не нервничаешь, ты себя ведешь спокойно. А в каких-то моментах, когда в самих конкурсах, там необычные конкурсы, ты сам от себя не ожидаешь, что ты себя так поведешь. Это как-то может на уровне инстинкта, ну, как мужчины, да, ты раскрываешься в этих экстренных ситуациях. А есть наоборот ребята, которые много говорили до этого, я такой, 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 они в этих ситуациях реагируют как-то вообще неадекватно. Не хоп, и все, и вся крутость ушла. Ну, я думаю, что это ей тоже импонирует, потому что, ну, в пару конкурсов я точно удивил всех, не то, что там только, и ребята тоже совсем по-другому на меня начали смотреть. То, что, ну, ты не являешься этим. Самое главное раскрыть себя максимально в этих там свиданиях, тетах, показать, что у тебя внутри, и она уже будет решать, подходишь ты или не подходишь. Потому что если ты начинаешь играть, во-первых, если ты по жизни не игрок, то это будет очень фальшивое выглядеть, и она это поймет, потому что Алина очень быстро рассечет все эти моменты, и она прямо это говорит, и она чувствуется, особенно перед камерой, как ты начинаешь играть. Я не думаю, что за время проекта я могу, может появиться любовь, но влюбленность может быть, да, за вот это время, два месяца может быть влюбленность, а потом уже дальше надо ее раскрывать. Мне, опять же, не 20 лет, которые я могу там, в 20 лет она все в розовых тонах, все просто, бах-бах, увидел внешность, все, влюбился. Но у меня уже в 30 такого не может быть, я так думаю, хотя может быть все, что угодно.